Говорят, что Канада не обжитая страна. Вот перед нами островок на озере, который я не знаю сколько. Одной сотки, может быть, нету по площади, но на нем есть гараж для лодочки, есть домик. Слушай, удивительно, что этот остров оказывается жилой. Я вообще не думал. И написано private property, да, на березе. О, private beach. Ну а чей-то летний садовый домик посредине озера на острове. Шикарно, шикарно, просто шикарно. Ой, какие кругом виды. На фото, конечно, этого не видно, а озеро-то какое огромное. Дальше еще. Так я говорю, private beach, private property, умудрились. Вот кто-то же хапнул остров посреди заповедной озера. Ну как вот такое может быть? Непонятно. А краев-то вообще не видно. Смотри, еще дальше, дальше там. О, ну это уже в следующей жизни. Думаю, что надо разворачиваться домой. Ну, давай формально-то. Че? А, я-то про этот остров? Ну ладно, давай до этого доедем. Осталось-то совсем немножко. Вот группа товарищей на встрече с клюшками, с лыжными палками. И обязательно должен быть рюкзачок, рюкзачок. Из дома выходить без рюкзачка противопоказано. А вдруг что? А всегда есть запас продуктов на три дня. Так что дело, это полезно. Рекомендую.